Я бы хотел вам продемонстрировать презентацию, посвященную диагностическим возможностям аффект КТ у больных карциномой молочной железы. Я вам покажу аффект КТ. Дело в том, что это гибридный аппарат, мы все об этом знаем, который представляет собой совмещение двухдетекторной гамма-камеры и 16-ти срезового рентгеновского компьютерного томографа. И о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о аффект КТ-диагностике метастатического поражения скелета. Мы поговорим о использовании аффект КТ в диагностике метастатического поражения региональных лимфоузлов. Несколько слов я скажу о визуализации сигнальных лимфатических узлов. И вот новая технология, которой мы гордимся, скажем так, это аффект КТ One Stop Shop. Теперь немножечко по порядку. Вот если говорить про диагностику метастатического поражения скелета, то вы видите, что компьютерная томография обладает невысокой чувствительностью в диагностике метастазов в кости. Но специфичность достаточно высокая. В отличие от компьютерной томографии, остеосинтеграфия даже в планарном режиме имеет более высокую чувствительность, но, к сожалению, низкую специфичность, что, в общем-то, обусловлено всеми известными причинами. Понятно, что в гибридной технологии аффект КТ сочетание остеосинтеграфии, которая имеет высокую чувствительность и низкую специфичность с данными рентгеновской компьютерной томографии, которая имеет, опять же, высокую специфичность, наоборот, да, но низкую чувствительность, приводит к повышению информативности этого гибридного метода. Какие же особенности технологии? Ну, видите, что, во-первых, мы получаем трехмерное изображение. Мы получаем высокое качество ядерных данных за счет того, что используем коррекцию ослабления. Можем очень точно локализовать выявленные очаги патологической гиперфиксации и оценить их не только с точки зрения функциональных нарушений, но и с точки зрения рентгеноморфологии. Точная анатомическая локализация, она очень важна для диагностики метастазов. Например, посмотрите, места, где возникают чаще всего артрозы. Это сустав головки ребра и сустав бугорка ребра. Или, например, локализация наиболее часто метастатических очагов. Поперечные отростки позвонка, корни, дуги, шейка ребра. Например, видите, при такой картине, когда мы можем точно локализовать очаг гиперфиксации, видите, что он как раз приходится в области сустава. И понятно, что это артроз и что здесь нет метастатического поражения скелета. В то же время у другого пациента вы видите, что очаг гиперфиксации очень четко с помощью эффекта КТ мы локализуем в поперечном отростке. К сожалению, видите, что он разрушен. Это оказалось метастатическое поражение. А вот еще один случай. Вы видите, что здесь имеется очаг гиперфиксации и элитическая деструкция уже в корне. И у других, к сожалению, тоже метастатическое поражение. То есть локализация очагов гиперфиксации, которая, возможно, с помощью эффекта КТ, очень важна для диагностики. Кроме того, при эффекте КТ возможна характеристика выявленных очагов патологической гиперфиксации. Например, в данном случае при планарном исследовании, видите, очаг гиперфиксации в поясничном позвонке. Достаточно сложно сказать, что это. Но когда мы выполняем эффект КТ, мы видим, что это не метастаз, а это спондилодисцит. В общем-то, типичная его орентгенологическая картина. К сожалению, вот видите, схожа ситуация очаг гиперфиксации при планарном режиме, который при эффекте КТ оказался метастатическим поражением. То есть речь идет о том, что этот метод эффект КТ, он более информативный и позволяет нам более точно поставить диагноз. Возможно, и при эффекте КТ и детекция синтеграфически негативных очагов, вы видите, абсолютно нормальная картина при планарном исследовании. Но если мы выполняем эффект КТ, мы находим небольшой очаг литической деструкции. Это оказался метастаз, который совершенно не сопровождался видимым накоплением радиофарм препарата. Ну и обратная ситуация, которая, как вы видите, видны очаги патологической гиперфиксации в скелете, но при компьютерной томографии никаких изменений выявлено не было. Однако, зная такую картину, мы отправили этого пациента на магнитную резонансную томографию и подтвердили метастатическое поражение позвоночника. Надо сказать, что у нас в институте было выполнено исследование, 227 пациентов с различными первичными злокачественными образованиями были включены. Основную массу, конечно, составляли пациенты с корсономом и молочной железы. И вот посмотрите, мы им выполнили планарную синтеграфию, а потом однофотонно-эмиссионную компьютерную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией. И у нас оказалось, что использование эффект КТ изменило характер заключений о состоянии скелета у третьих пациентов, что чрезвычайно важно. Теперь перейдем к эффекту КТ-диагностике вторичного поражения региональных лимфатических узлов. Вот, конечно, состояние региональных лимфоузлов – это краеугольный камень. Действительно, очень важно знать, поражены они или нет. Это не только мощный фактор прогноза, но и также статус региональных лимфоузлов существенно влияет на тактику будущей терапии. Но вот посмотрите, согласно североамериканским рекомендациям, в случае поражения, естественно, здесь и системная терапия, и локальная терапия. А в случае отсутствия поражения лимфоузлов, возможно, в общем-то, например, только химио- или гормонотерапию провести этому пациенту. Надо сказать, что и УЗИ, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, и даже ПЭТ-КТ, как представлено на этих данных, характеризуются невысокой чувствительностью в диагностике метастатического поражения лимфоузлов. Ну, видите, тут даже до 24%, хотя в среднем где-то порядка 60%. Ну, и в этой связи мы решили посмотреть, а какая же будет информативность эффекта КТС метоксиз-забутилозанитрилом в диагностике метастатического поражения и подмышечных лимфоузлов у больных карцином молочной железы. Надо сказать, что метоксиз-забутилозанитрил, он же технетрил, это доступный препарат. Его накопление в опухолевой клетке связано с митохондриальной активностью, и было показано, что захват в опухолевой клетке в 9 раз выше, чем в здоровой. Нами было проведено исследование, 184 пациента с карциномой молочной железы, вы видите распределение по стадиям. У третьих пациентов было поражение лимфоузлов, и что же у нас получилось, какие же у нас были критерии поражения. Посмотрите, как, кстати, хорошо видна первичная опухоль технетрил позитивно, скажем так, и виден очаг гиперфиксации в практически неизмененном по данным компьютерной томографии подмышечном лимфатическом узле, хотя гистологически выраженная гиперфиксация, потом было подтверждено метастатическое поражение лимфатического узла. Еще один критерий N+, который мы использовали, это накопление радиофармпрепарата в солидных лимфатических узлах. В данном случае, вы видите, что лимфатический узел виден при компьютерной томографии, в нем есть тоже накопление радиофармпрепарата. Но самое главное, какой же у нас был критерий N0? Критерий N0, когда мы не видели никакой фиксации в проекции лимфатических узлов и не видели никаких изменений по данным компьютерной томографии. Вот такая ситуация наиболее благоприятна. Казалось, вы посмотрите, что если говорить о диагностике множественного, больше двух поражения подмышечных лимфатических узлов, чувствительность нашего метода приблизилась к 96%, что очень важно, что позволяет нам отобрать пациентов и планировать дальнейшую лечебную тактику. Несколько слов о ФЭК-КТ визуализации сигнальных лимфатических узлов. На сегодняшний момент биопсия сигнальных лимфоузлов является стандартом лечения больных раком молочной железы по рекомендациям большинства обществ. Значит, напомню, что сама процедура биопсии сигнальных лимфатических узлов состоит из трех этапов. Это радионуклидный этап, хирургический этап и морфологический этап. Радионуклидный этап – это тип препарата, введение радиофанк препарата. И вот на этом этапе визуализации сигнальных лимфатических узлов мы можем использовать как обычную гамма-камеру, так и АФЭК-КТ, гибридный аппарат. Что нами было сделано? Обследовано 182 пациента карсиномы молочной железы. Видите, распределение по стадиям. Надо сказать, что АФЭК-КТ позволяет очень четко локализовать и выявленные сигнальные лимфатические узлы не только по группам. Подмышечные, парасторнальные, надподключичные, внутримамарные, но и по подгруппам внутри группы. То есть, видите, в подмышечной группе, например, выделяют 5 подгрупп, и мы можем четко очень локализовать сигнальный лимфатический узел, где же он расположен. Более того, дополнительно мы можем определить локализацию лимфоузлов межпекторально или, скажем, на грудной стенке. Ну, что у нас получилось? Видите, конечно, в основном сигнальные лимфатические узлы локализовались в подмышечной зоне и в парасторнальной. В общем-то, так это ожидаемые результаты. Если же оценивать локализацию в подмышечной области, например, по подгруппам, то тоже в основном центральные и пекторальные, но были выявлены и апекальные, и латеральные, и подлопаточные. И в целом, если сложить эти данные с выявленными межпекторальными лимфоузлами на грудной стенке, то у 18% пациентов была выявлена локализация сигнальных лимфатических узлов за пределами подмышечной области. Что является всеезвычайно важным. Ну, вот я хотел показать вам пример. Видите, цепочка сигнальных лимфатических узлов. Хорошо виден лимфатический узел в подмышечной области, центральный. Второй лимфатический узел расположен рядом с краем грудных мышц. И видите еще один лимфатический узел, который практически лежит на грудной стенке. Очень важно знать все-таки, где расположены эти лимфатические узлы, для того, чтобы потом радиологам помочь в планировании лучевой терапии. Какие же преимущества ФКТ с коллоидами в диагностике сигнальных лимфатических узлов? Во-первых, мы можем визуализировать те лимфоузлы, которые плохо видны при планарном исследовании. Такое действительно возможно, когда место введения экранирует нам зону, и мы не можем точно увидеть за местом введения наличие и отсутствие сигнального лимфатического узла. Более того, можем точно атомически локализовать с помощью Аффект КТ. Очень помогает нам эта информация, я надеюсь, для хирургов, все-таки понимать, где они расположены. И это, конечно, навигация для лучевой терапии, и, как я говорил, визуализация сигнальных лимфоузлов, экстрааксиллярных локализаций. Теперь вот то, о чем я говорил. Технология One Stop Shop, Аффект КТ. Это когда мы используем радиофарм препарат, например, для оценки первичной опухоли и состояния подмышечных лимфатических узлов. И дальше, не меняя положение пациентки на столе Аффект КТ-томографа, мы используем йод-содержащий неионный препарат и оцениваем состояние органов грудной и брюшной полости. Вот так выглядят основные параметры исследования. Вы видите, что радиофарм препарат технитрил, всем известный, или метоксизобутилозанитрил, мы вводим в стопу. Через 5-10 минут начинаем исследование. И вот не меняя положение на столе, после первого этапа наступает второй этап. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем, что мы можем оценить состояние молочной железы, в данном случае вы видите протоковую карциному с высоким накоплением радиофарм препарата. Мы можем оценить состояние подмышечных лимфатических узлов, как я уже говорил ранее. И при помощи компьютерной томографии мы можем оценить состояние легких, в данном случае видите метастатический очаг, и состояние органов брюшной полости, к сожалению, тоже были найдены метастатические очаги. Это существенно сокращает время обследования пациента. Ну и посмотрите, вот у нас 54 пациента, но это данные старые, в настоящее время их уже более 500 пациентов прошло. Видите, порядка 6% было выявлено вторичное поражение легких или печени. Таким образом, в заключении, я хочу сказать, что эффект КТ у больных рака молочной железы, это не только оценка состояния региональных лимфоузлов, но это и оценка состояния скелета, точная локализация сигнальных лимфатических узлов, включая расположение за пределами подмышечной области. Ну и вот технология One Stop Shop, одновременно оценка состояния и лимфоузлов, и органов грудной и брюшной полости, мне кажется, она чрезвычайно перспективна. Благодарю за внимание. Продолжение следует...